Чтобы стать ближе к народу, районные налоговики провели дни открытых дверей, в рамках которых жители Сургутского района смогли получить исчерпывающую информацию о декларационной кампании, получить ответ от специалистов на любые интересующие темы в сфере налогообложения. Свои вопросы вместе с гражданами задавала и наш корреспондент Оксана Ярославцева. Мне нужно по купли-продаже машины составить декларацию. Она у вас не готова? Нет, я просто хочу. На второй этаж проходите, 208 кабинет, консультант вас проводит. Спасибо. Доброе слово и налогоплательщику приятно, а потому в теплой дружественной обстановке прошли два дня открытых дверей в налоговый Сургутского района. Инспекция сейчас позиционирует себя как клиента-ориентированная организация, практикующая индивидуальный подход. Где-то объект неправильно поставлен на учет, где-то они неправильно заплатили. Может быть, какой-то сбой в программе произошел, может быть, пришли неверные сведения с регистрирующих органов, может быть, как-то неправильно была занесена кем-то кадастровая оценка имущества земли. Мы разбираемся, здесь же делаем перерасчет и выдаем им баланс расчетов на ту сумму, которая удовлетворяет их. И это правильная сумма. В дни открытых дверей посетители получили разъяснение по декларированию доходов имущественным стандартным социальным вычетам, кто зачем пришел. Для сдачи на 13% налога для возврата по обучению. Ну и смотрю, как здесь оказывают помощь впервые, такое вижу. Очень приятно. Не обделены внимания. Ну, я бы хотела узнать вообще о возможности передачи отчетности через интернет. Поэтому пришла проконсультироваться у девушки. Ну, сейчас покажу все возможности, а там уже будем выбирать. Представить декларацию о доходах можно несколькими способами, в частности, через госпортал. А в день открытых дверей приглашенные специалисты показывали, как можно оформить этот документ на сайте, отправить, как регистрируется поступивший документ. Ну, основная масса идут те взрослые поколения, которым сложно пользоваться интернетом, которые хотят заполнить в бумажном виде. У них есть такое право. Мы им буквально пошагово рассказываем, мы пошагово показываем. Вот эту цифру поставить сюда, от этого дохода поставить сюда. Далее сведения о декларанте. То есть вы выбиваете свою фамилию, имя, отчество, дату рождения. Электронный документ оборот уже набирает обороты во многих госслужбах. Ну, а налоговая декларация в печатном варианте – объемный труд. Инспекторы в этот день оказывали индивидуальную помощь. И спрос на услугу большой. Каждый специалист просветил не менее двух десятков клиентов. Трудности, наверное, все-таки в незнании законодательства, в незнании того, что ее вообще нужно предоставить. У нас несколько даже налогоплательщиков приходили просто узнать, должны ли они нам что-нибудь, не должны ли они нам что-нибудь. И все-таки получалось, что декларацию предоставлять должны. Составляла декларацию на продажу машины. Так, ну, сегодня объяснили, показали, все, молодцы, мне понравилось сегодня. Помогли, все, сделали побольше бы таких дней, дверей открытых. Так что будь проще, и люди к тебе потянутся. И сборщики, и плательщики налогов оценили преимущество непосредственного общения положительно. Проводить дни открытых дверей для клиентов налоговики теперь планируют не реже трех раз в год. Оксана Ярославцева, Эдуард Скворцов, телерадиокомпания «Север».